По ком звонит колокол в православных храмах 30 октября, знает каждый прихожанин. Вспоминать политических заключенных советских времен сегодня в России официально разрешено. Стали доступны многие архивы, секретные материалы, имена жертв. Здесь, в видном, в Свято-Екатерининском мужском монастыре, место с этой точки зрения особое. Согласно указу, подписанное Молотовым, 1 января 1939 года, здесь была организована политическая тюрьма. Вплоть до 1991 года монастырь принадлежал НКВД. В народе ходят самые страшные рассказы об этих стенах. Говорят, что попадающие в Сухановскую тюрьму люди пропадали в ней навсегда. А в самом здании храма был крематорий. Все связанное с Сухановской тюрьмой держалось в строжайшей тайне. Сюда привозили заключенных, которые прежде занимали высокие государственные посты. И до сих пор последователи органов НКВД официально не подтверждают воспоминания некоторых очевидцев. Местные жители монастырь стали называть Бериевской личной тюрьмой или даже дачи Берии. Мы сегодня кровью связаны. Наш монастырь Екатерининский, полигон Бутова и полигон Коммунарка, которые находятся совсем рядом здесь, с нами. Ибо здесь находились люди, которые подвергались допросам, а туда их отвозили, чтобы привести приговор в исполнение. В 14 лет стоит этот поклонный крест, где 30 октября мы все собираемся вместе и молимся о невинно пострадавших и убиенных годину лихолетия. В 14 лет каждый год сюда приходят и те, кто сегодня, согласно закону о реабилитации жертв политических репрессий, относятся к числу пострадавших. Официально в Ленинском районе таких 143 человека. Мы дети, но мы являемся живым свидетелями того времени. Мы все же пережили все страсти. Вот, например, нас отца арестовали, нас тут же все конфисковали, выгнали из дома, и мы в церковной сторожке ночевали. Галине Ивановне на ту пору было два года. Историю семью она помнит лишь со слов матери. Отца память так и вовсе не сохранила. Говорит, что троих детей бывшего священника и супругу люди боялись на порог пускать под страхом расстрела. Мне хочется напомнить о тех лихолетиях молодым людям, что они бы помнили о том, какие страдания претерпел народ. И чтобы этого больше в нашей жизни и стране не случалось. Вечная память. Только в столице за два года, 37-й и 38-й, было расстреляно более 30 тысяч человек. По разным оценкам историков, общее число осужденных в Советском Союзе в период с 23 по 53 годы составило порядка 40 миллионов человек. И историки же утверждают, что эта оценка весьма приблизительна и сильно занижена. Татьяна Кременецкая, Павел Гнатьев, Анастасия Нархонова. Видное ТВ.